Россия, не покладая рук, ищет новых союзников. В этот раз ряды Северной Кореи, Сирии и ряда африканских стран могут пополнить еще два крупнейших государства, за расположение которых с каждым днем ставки только повышаются. В четверг в России стартовали новые военные учения, и свое участие в них неожиданно подтвердили Индия и Китай. Что это значит? Неужели страны, которые так долго хранили нейтралитет, сделали свой выбор? Все семь месяцев Индия пытается молчать о своей поддержке в этой войне. Страна воздержалась от осуждения о вторжении России в Украину, не присоединилась к санкциям Запада против Москвы и не разорвала торгово-экономические отношения с Белокаменной. И даже наоборот, поставки нефти из России в Индию за последние полугодия только выросли и достигли пиковых значений. Мы с вами в Индии как к великой державе, с дружественным нам народом, и с замечательной премьейной историей наших отношений. А сейчас страна подтверждает свое участие в военных учениях «Восток-2022». Неужели это говорит об укреплении дружеских связей Нью-Дели с Москвой? И Индия присоединится к списку дружественных стран России? Индия также сейчас находится в определенной позиции к максимально либеральному Западу. Индия все-таки является скорее псевдодемократией, особенно сейчас, во времена правления премьер-миста Нарендру Моди. И поэтому она должна так или иначе показывать, что у нее кроме США, кроме других демократических стран, есть еще варианты, есть альтернативы. Война России против Украины наглядно продемонстрировала, какое качество оружия и техники производятся в стране второй армии мира. Давайте пройдемся вместе с вами и посмотрим на эти оторобыла, которые хотели взять Киев. А недавний российский форум «Армия-2022», где были представлены отечественные разработки в оборонной сфере, закончился громким скандалом. Одним из представленных экспонатов оказался робот с сайта Алиэкспресс. Все это, очевидно, вызвало много вопросов у стран, которые закупают у России вооружение. И Индия — одна из этих стран. Больше половины всей военной техники Индии попадает к ней из России. То есть, по сути, Россия является ключевым поставщиком военной техники, вооружения и обмундирования, которое необходимо для индийских вооруженных сил. Поэтому Индии нужно воочию посмотреть, что они будут закупать, как они будут закупать и почему. Убедить Индию пересмотреть свои договоренности о поставках вооружения взялась Америка. Можно воспринимать эти совместные учения как своего рода сигнал Западу про то, что цена лояльности Индии все-таки будет выше. Что если что, у Индии есть альтернатива. То есть, это не столько про Россию, сколько про то, что Индия все-таки, как и все большие страны, хочет торговаться. И Индии очень важна поддержка Америки, чтобы противостоять своему напористому соседу Китаю. Параллельно США ведет активные переговоры из Поднебесной и предлагает новое сотрудничество в сфере обмена информацией и предоставления статуса КВО в Южно-Китайском море вокруг Тайваня. Кроме того, именно Америка занимает первое место по торговому сотрудничеству с Китаем. Россия находится лишь на 24-м. Зависимость не взаимная. Намного больше интерес России в том, чтобы привлекать Индию и Китай, нежели в том, чтобы Индия и Китай напрямую защищать Россию, помогать России. Китай закрыл очень много разделов финансового сотрудничества с Россией. Была закрыта многомиллиардная сделка на производство жиженного природного газа, который должна была работать до 2030 года. На самом деле Китай опять-таки тоже использует Россию, тоже использует учения, чтобы показать Западу, что несмотря на то, что они не помогают России, они все-таки и не Западу. Позиция так называемого нейтралитета дала шанс Китаю и Индии повысить собственные ставки. А России надежду обеспечить евразийское единство против Запада. И надежда это все, что осталось у России. Ведь взамен, как оказалось, она ничего не может предложить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова